Салют дамы и господа, приветствую котаны и кошечки, вы на канале мужских увлечений, ну а меня зовут Олег Гром, хотя более известен я как Метатроныч, и уже по названию этого видео вы понимаете, что сейчас речь пройдет про ДМР радиостанции компании ТИТ, это модель КМД 380, вот так вот все это выглядит, две коробочки, сейчас мы их распакуем, посмотрим что да как, Потом будут тесты на дальность, ну и потом уже обзор через какое-то время, хотя по большому счету считайте обзором то что вы увидите сейчас, потому что в принципе все ТТХшечки вы увидите, как что выглядит вы увидите, а дальше будут интересны непосредственно тесты, а вот обзор который обзор в моем понимании, он выйдет когда будет у меня уже время, будут какие-то наработки с этими радиостанциями, Они реальны, а не как у многих, к сожалению, ютюберов, обзорщиков, которые просто достают, показывают им лишь бы набрать просмотры, либо заработать деньги, поэтому вот так, вначале сейчас мы посмотрим первый взгляд, распаковка, дальше тесты, потом уже обзор, через какое время не знают, там никто ничего не гарантирует, ну а тесты как выходят вы знаете, чем больше больших пальцев вверх, чем больше вы делитесь этим видео в социальных сетях, С своими друзьями, знакомыми, оставляете себя на страничках во ВКонтакте, там одноклассниках или еще где-то, тем скорее выходят тесты, так это работает, по другому никак, ну давайте от слов к делу, поехали смотреть, это цифра, это ДМР, это то, что вы просили достаточно давно, И я выжидал, я скажу честно, положа руку на сердце, я выжидал, потому что хочется показывать цифру наиболее оптимальную, А чтобы показывать наиболее оптимальную, необходимо попользоваться различной цифрой, хотя бы какое-то время, ну вот что-то вот такое, пало на, так скажем, первое знакомство, вас с цифрой на моем канале, вперед! За все те годы, что я делаю тесты радиостанции, ну и вообще делюсь с вами своими наблюдениями про радиосвязь, делаю какие-то образовательные ролики, научно-популярные, и в общем многих людей заразил этой самой радиосвязью, многие получили подзывные, кто-то пошел дальше, кто-то остался на УКВ, А вот за эти все годы мы рассматривали в основном аналог УКВ, ну теперь перейдем на цифру, по одной простой причине аналоговые УКВ станции, они просто-напросто закончились, то есть, да, есть миллион внешних видов разного в Китае, но внутри все одинаковое, может быть мы еще что-то посмотрим, какие-нибудь мелочи, игрушечки, подделки на УКВ аналоговом, но в дальнейшем мне хочется перейти уже на цифру, собственно, все, что можно рассказать про УКВ, наиболее распространенные и доступные, я имею ввиду китайские какие-то радиостанции, я рассказал, более дорогие радиостанции УКВ, я думаю не каждый может себе позволить, ну потратить там 20-30 тысяч, там 50-80 на какую-то УКВшку, которая брендовая, которая современная, ну и так далее, а рассматривать какие-то старые УКВ и искать их на вторичном рынке, этим будет заниматься далеко не каждый и огромный шанс, что вы нарветесь на брак, на поломку какую-то, которая будет временно как-то решена, вы приобретете, она там по работе у вас два дня и сломается, поэтому я стараюсь показывать те станции, которые производятся в текущий момент времени, ну и актуальны в текущий момент времени и сегодня эта цифра, две коробки, они абсолютно одинаковые, что одна, что вторая, поэтому я буду распаковывать одну, но прежде чем начнем, давайте сразу посмотрим, что здесь нам предлагают, что здесь нам предлагают, вот такие вот спецификации, поставите на паузу, посмотрите более внимательно, давайте лучше с этой стороны здесь попонять не будет структурировано, какой трансмиттер, какой ресивер, что где чего, ну как вы уже поняли, это UHF диапазон, то есть 70-ка, DMR это вообще что такое, Digital Mobile Radio, то есть цифровая подвижная радиосвязь, открытый стандарт для цифровой радиосвязи, разработанный и описанным Европейским институтом телекоммуникационных стандартов в 2005 году, ну и китайцы решили не отставать от всего этого и ставить, смотрим какой вакодер стоит, остальные ТТХ-шечки, какой протокол используется, с цифрой, да, не так все просто и понятно, как с аналоговыми радиостанциями, но тема достаточно интересная, хотя и стоят они уже, ну грубо говоря, сразу подороже, поэтому мы начнем, наверное, с Китая. Это именно ТИТ, модель, еще раз, смотрите, MD380, на мой взгляд, это наиболее оптимальная модель на сегодняшний день, что можно взять, это не самая дешевая, ну и не самая, там, дорогая станция. Инструкция на английском, это неинтересно, сама радиостанция в комплекте. Так, ну комплектация тут стандартная, не знаю, стоит ли все это разбирать, ну ладно, давайте разбирать. Посмотрим на блок питания, на котором нет никаких ТТХ-шек, куда-то они делись, магическим образом, сколько чего вольт, типа не ясно. Посмотрим на стакан теперь, что здесь за стакан. Может быть на стакане написано. На стакане написано, что ему необходимо 12 вольт с половиной даже, ну то есть 12 вольт нормально будет питаться от автомобильного аккумулятора, еще от чего-то. На выходе 84 вольта, 440 мА, то есть здесь аккумулятор двухбаночный, две банки лития, два пакета лития, смотря, что там используется. И, что немаловажно, если мы видим 8,4 вольта, то есть две банки лития, то это означает, что мощность там, скорее всего, 5 ватт. Если больше мощность, то, ну это, конечно, хорошо отчасти, но тогда емкость должна быть очень большая. С большей мощностью на таком напряжении работает, я имею в виду, с большей выходной мощностью радиостанции. На таком напряжении удалось работать только Комбату 34, ну с его конскими аккумуляторами, там просто гигантской емкости, которая, да, действительно, все это вытягивает. Китайцам же лучше при 8,4, не больше 5 ватт. Но тут цифра, тут больше, в принципе-то, и не нужно. Также в комплекте продолжаем такие лирические отступления небольшие. Антенна одна, антенна вторая, да? Смотрим, в каком диапазоне она работает. Раз. Антенна вторая. Каратыш. Опять же, обращаем внимание. Все это СМА. Далее клипса. Ну это и так понятно. Ну и сам аккумулятор. Сам аккумулятор. Чем он тут представлен? 2000 мАч представлен. Он 74 Вольта. Да, 2 лития здесь находятся. Хорошо. Больше здесь ничего не написано. И здесь, собственно, тоже ничего не написано. Убираем коробку. Смотрим теперь непосредственно на саму станцию. Так, фокус. МД-380. Отпут 5 Ватт. 400-480 МГц. Алюминиевое шасси. Прорезиненные контакты у аккумулятора. Ну вот эта вот вставочка, да? И также прорезиненная вставочка имеется относительно корпуса. И непосредственно этого алюминиевого шасси. Такие вот хитрые винты. Звездочкой. Кнопочка Push, которая отстегивает аккумулятор. Двигая вот эту клавишу. Довольно жесткая. Пластик весьма приятный на ощупь. Собственно, клавиатура. Вроде бы тоже здесь все понятно. Экран с пленочкой. Ну и где здесь микрофон спрятан? Интересно. С какой стороны? Ну это потом разберемся. Где-то здесь он спрятан. Либо справа, либо слева, либо снизу, либо сверху. В общем, тут и динамики. Микрофон. Щели достаточно неплохо сделаны, чтобы пыль не попадала. Ну и всякая влага там. Дождик и прочее такое. А она не влагозащищенная там какая-то особо. Но все-таки. Так, валкодер. Уровень громкости. Он же вкл-выкл. Ну и собственно, наверное, на этом все. Напоминаю, что прежде чем включать радиостанцию, если вы новичок, обязательно прикрутите антенну. Потому что вы поставите аккумулятор, нажмете на передачу. И не факт, но очень вероятно, можете спалить выходной. И будет не очень хорошо. Поэтому без антенны на передачу не работаем. Аккумулятор вставляется вот таким вот макаром. То есть сюда-сюда. Здесь ножки импровизированы. Здесь тоже, чтобы станция стояла. Далее прищелкиваем. Как мы видим, на самом аккумуляторе имеется крепление вставки латунные для того, чтобы крепить клипсу. То есть клипс окрепится к аккумулятору, а не к самой радиостанции. Для многих сейчас это может показаться необычным решением. С этой стороны интерфейсный разъем для подключения гарнитуры и для перепрошивки, собственно, станции. Перепрошивается она не стандартным таким разъемом, к которому мы привыкли. А немного другой должен быть кабель отдельный для нее. Но ничего не поделаешь. Так уж все сделали. Ну и здесь кнопочка PTT, опять же, как вы видите, с небольшой оранжевой резиновой вставкой. И две функциональные клавиши. Давайте сделаем первое включение и посмотрим, что у нас будет. Еще немножечко отодвину. Включаю. Так, ни черта вам не видно. Сейчас настроится яркость и настрою фокус. Итак, мы на втором канале. Группа каналов IMM. Естественно, я ее уже прошил под себя. Время, правда, показывает и дату какую-то свою. Вот это я ничего не менял. У меня сразу на восьмом канале стоит PEMIR. Частота. Максимальная мощность. High. Можно мощность выставить. Какую угодно. В пункты меню можем зайти, посмотреть контакты, какие имеются. Мы можем, да, с помощью цифры можем писать друг другу короткие сообщения, вызывать определенный контакт, создавать какие-то группы и работать исключительно в этих группах. То есть, конечно же, по функционалу здесь все гораздо интереснее отчасти. Но именно по функционалу как радиостанции, чтобы вы нажали на кнопочку PTT и послали голосовое сообщение кому-либо, да, обычные аналоги ничем не отличаются. То есть, точно так же нажимаем, говорим, отпускаем. В цифре все то же самое. Просто дополнительные такие вот моменты. Да, экран отключается, чтобы экономить энергию, сами понимаете. Все это в цвете, все это раскрасивое. Давайте пробежимся по меню. Здесь, я думаю, все понятно и ясно. Поэтому можно делать отдельное видео, а можно оставить и не спойлерить, чтобы вы сами разобрались. Потому что сложного, в принципе, ничего нет. Например, чтобы изменить какие-то настройки радиостанции, можно поставить пароль, без которого, ну, никто сторонний особо никуда не войдет. Тут можно поменять мощность. Ну и прочие, 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 прочие вещи. Громкость регулируется довольно интересно. То есть, вы когда вращаете, здесь изменяется вот так вот уровень еще, помимо всего. Вот, причем, неважно, как вы сделали громче или тише, нажатие клавиш, как вы видите, звук имеет всегда фиксированный. То есть, это громкость непосредственно только приема сигнала. То есть, когда будет кто-то что-то говорить. Можно собрать вторую станцию и отправить сообщения друг другу. Давайте так и сделаем сейчас. Вообще, в чем плюс-минус цифровой радиостанции? Плюс это в том, что сигнал, исходящий с цифры, всегда будет доходить хорошо, либо не доходить вовсе. То есть, либо будут какие-то обрывки, либо, скорее всего, вообще ничего не дойдет. А если дойдет, то дойдет все четко, хорошо и без каких-то помех атмосферных или еще чего-то особо сильных, как это мы видим в аналоговых радиостанциях. Так, включаем. Ну, вот они сообщения. Хотим, например, отправить, например, тест, который у нас уже есть. Ресенд. Вот, на второй открылся окошко, где, говорит, пришло сообщение, прочитать или прочитать позже. Вот, оно уже исчезло, да. Ярлычок сообщения светится. Я уже вижу ваши горящие глазки, ручки. Как вы уже представляете, как вы будете использовать и смсить друг другу, и как это круто. Но, друзья, не знаю. Отчасти да, отчасти нет. Так, инбокс, вот оно, тестовое сообщение. Тест пришло этому абоненту. Давайте еще раз что-нибудь подобное совершим, безумное. Например, пишем, вот, P. Ну, вот уже и подзабываешь. Знаете, как на старых телефонах, на кнопочных. Так, P. Эй, назад. Тут же и R. Так. О, я, кажется, начинаю вспоминать и ускоряться. Да, это ни с чем не сравнимо. Да, говорим, привет. Отправить в контактах. Первый контакт. Там вы можете сколько угодно добавить. И это придет сообщение непосредственно только первому контакту. Вот, пожалуйста. Привет. Пришло. Вот такая вот она цифра, да. В чем-то интересная для кого-то. В чем-то менее интересная. Потому что, ну, скажем так, если аналоговая станция может работать на границе шумов, и вы можете услышать от нее сигнал, то с цифрой такой фокус не пройдет. Она будет либо работать, либо, в принципе, будет так заикаться, что ничего понятно не будет. Для примера, да, вот через шумы вы можете разобрать аналоговую связь где-то, где-то вдалеке. А с цифрой такое дело не пройдет. Опять же, если вам необходима цифра, где интересно использовать цифру? На каких-то объектах вроде как индустриальных, потому что будет меньше всякого шума, будет четче, закрытый объект. Можно поставить репитеры в нужных местах, покрыть всю зону и вызывать непосредственно каждого, либо отдельную группу. В общем, в этом плане удобнее. Если же брать цифру для того, чтобы пользоваться ей в походе или на охоте вдвоем или втроем, то это лишнее. Сразу могу сказать. Тут мне как бы врать вам не нужно и рассказывать, что да, это круто. Нет, это будет лишнее. Вы все равно не будете писать эти смс-ки. Вам все, что надо будет нажать на кнопку, а для этого хватит каких-либо аналоговых видов связи, а не цифровых. Поэтому тут, как говорится, огонь у вас в попе загорелся. Я понимаю, к Новому году многие захотят именно такие станции. И это, в принципе, правильно. Если вы увлекаетесь, то цифра у вас должна быть. Ее не может не быть, ее хочется. А если же вы больше подходите с практической стороны в том плане, что а в чем ее преимущество, и вот преимущество я объяснил выше, то тут уж стоит задуматься. Так ли часто вы будете пользоваться именно цифровыми какими-то фишечками. Если, например, вы на рыбалке, на охоте, где у вас просто небольшая группа, и вам не нужно говорить отдельно каждому. Вам нужно говорить просто-напросто всем. Для этого лучше взять что-то другое. Попроще, я имею в виду. Ну, здесь тоже не все так плохо, как вам может показаться. Типа, что я ее ругаю. Нет, цифра вполне имеет право на жизнь. Тем более, здесь, честно, супергетродин-приемник. В общем-то, а что еще хотелось добавить, прибавить? Это я к тому, что стоимость не маленькая. Но супергетродин на борту имеется. 2000 мА аккумулятор, это вполне себе приятно. Надолго ли хватит? Ну, друзья, это зависит от того, как вы будете пользоваться, от интенсивности использования. Хватит уж точно не меньше, чем аналог. В чем-то удобнее. Цветной экран на солнце видно или не видно? Видно, ну, на уровне тех же телефонов. Да, меняется яркость экрана, естественно. Все такие параметры имеют место быть. Видите, все это настраивается, все это меняется. Все это вот здесь вот, все это вот тут вот, все это, все это, все это, все это, все это меняется. Да, даже язык меняется. Они прошиваются, эти станции. Есть репитеры цифровые, где народ болтает, сидит. Но это далеко не во всех городах, к сожалению, имеется. В общем, хватает здесь различных настроек и различных вещей. Единственный плюс китайцев, что они дали возможность попользоваться цифрой в том плане, что, скажем так, брендовая цифра стоит космических денег. И брендовая цифра порой работает в таких стандартах, в которых, ну, просто там делать нечего. Никому. Ну, китайцы дали возможность попробовать что-то попроще, что-то подешевле. Ну, и вот мы с вами это пробуем. Применять вам это, не применять. Решать исключительно вам. Я вам тут рассказываю, пытаюсь изменить мощность и нифига не пойму. А, вот, все, господи. Еще же ставлю маленькую мощность, а надо большую. Вот. Поэтому смотрите сами, решайте сами, иметь или не иметь. Ссылки я оставлю в описании, естественно. А брать или не брать, вы будете решать сами. Тесты мы проведем. Как я уже и сказал, по качеству связи, если вам важен чистый голос, чтобы ничего не шипело, не трещало, цифра здесь выигрывает. Это бесспорно. Но цена, так ли вам это надо? В общем, вот эти все плюсы и минусы взвешивайте, противовешивайте и решайте. Ну, и, конечно же, да, если вы работаете, например, в цифре, играя в страйкбол, а ваши противники на аналоге бегают с баофенгами, то, знаете, им не поможет ничто. Они вас просто не смогут понять, что вы, о чем говорите. Для кого-то это может быть тактическое преимущество во время игры в страйкбол. Вот такой вот первый взгляд у нас получился с вами. Он немножечко растянутый, потому что здесь имеется и вступление вообще про цифровую связь. В дальнейшем я постараюсь показывать что-либо цифровое по возможности. Но, опять же, это зависит, друзья, исключительно от вас. Чем больше лайков под видео с цифровыми радиостанциями, чем больше репостов, тем больше возрастает шанс, прям вот сильно-сильно, что будут появляться какие-то новые цифровые радиостанции. Я буду видеть, что это вам интересно, что для вас это действительно важно, и что большая часть моих зрителей от аналога, уже достаточно наигравшись, напитавшись им и разобравшись в нем, хочет перейти к другим видам связи. И мы это будем делать. Прошло достаточно времени, как я же и сказал, и про аналоговые станции я, наверное, рассказал все, что хотел. Может быть, еще появятся какие-то, но это будет скорее какое-то исключение, нежели правило. Кому-то сейчас немножечко грустно, типа, как-то так, Метатрон, как же аналоговые станции, мы хотим еще их. Я говорю, может быть, что-то и будет. Но для себя я ставлю, ну, точку в том, что по аналогу, по этим китайским РДАшкам, я считаю, что я все закончил. Они сейчас делают исключительно клонов, исключительно меняют только внешний вид корпуса, надписи, а внутри остается все то же самое. И не всегда в лучшую сторону остается. Что-то удешевляют, что-то убирают. Вот. Поэтому переливать из пустоя в порожнее, рассказывать об одних и тех же станциях, просто в разных корпусах и с разными надписями, я смысла не вижу. Я надеюсь, что вам понравился этот огромный цикл, эти годы, которые мы провели в изучении УКВ. Это я обращаюсь всем к тем зрителям, которые, ну, смотрят меня, может быть, давно, может быть, недавно, но пришли именно по поводу радиостанции. И теперь у нас будет на канале, у нас вместе с вами, да, я себя отдельно от вас практически не вижу уже, будет следующий виток, будут какие-то изменения. Может быть, я сниму еще отдельное видео, где подробно распишу, что у нас там за изменения будут и какие. Посмотрим, в общем. Но сейчас я сказал все, что хотел сказать, поэтому... Не чихай, не болей, приятель. Проведи остаток своей жизни с пользой. Подписывайся на канал, если не подписан, жми на колокольчик внизу, чтобы получать уведомления вовремя о новых видео. Ну и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok